Мне интересно услышать ваше мнение по поводу заявления Матеуша Моровецкого о том, что Польша перестанет поставлять Украине оружие, что, мол, теперь они будут обеспечивать только свою армию. Как вы можете объяснить, как мы скажем, нахлопский розум? Як це розумієте? Это можно так, что до сих пор было так, что просто все, что было доступно, что могло быть полезно, находилось в Польше, автоматом переезжало в Украину без никаких ограничений, без никаких прыганий. Просто говорим про то, что польская армия была очень сильная, говорим про сотни танков, про самолеты, про очень много оборудований и так далее, и так далее. И то, что сказал премьер-министр, потому что сейчас это уже будет по договорам, по заказам, а уже не будет такого, что вот где там чего-то не хватает. О, в Польшу есть давайте перевозим и так далее. Вот такой смысл. Этот смысл, это во прежде всего думаю на внутренний политический рынок. Это просто показать, что вот за того момента мы концентрируемся на том, чтобы восстановить то, что было передано Украине. Вот такой смысл, ничего больше, ничего меньше. Думаю, что это в каком-то смысле заява, потому что, которая как будто показывает, как будто показывает, что сейчас Польша в том плане будет вести ассортивную политику, что уже не будет такого, что вот чем хата богата, заходите, берите, что хотите. Мы видим, что вторжение России в Украину заставило польское правительство задуматься об усилении своей армии, и было принято решение увеличить её до 300 тысяч человек. И правительство Моровецкого говорит, цитирует, что они хотят создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Насколько реально это сделать? Это амбицированная задача. На самом деле вызов армии 300 тысяч уже подтверждена покупками, которые на уровне 50-60 миллиардов евро. Но это только часть, потому что оборудование, которое покупается, это часть необходимого финансирования. На самом деле, значит, программа, которая внедряется в финансовом измерении, это 130-140 миллиардов евро. Вопрос в том, что армия это не только условные железки, но это философия коммуникации, организации и так далее. Только современная мобильная армия, которая пропитана патриотизмом, ответственностью. То, что показала Украина, превращая старую армию мира во старую армию в Украине, это именно то, что надо применять. И программа, она, с одной стороны, амбициозна, но с другой стороны, пристроена геополитическим условиям, которые есть. Это не так, что хочется, а просто Польша заставлена эти шаги предпринять. Это связано с тем, что никто не решил вопроса России, которая будет агрессором, да, и будет создавать риски, риски экономические. Потому что там, где нет уверенности, безопасности, там ни туда не приходит капитал, там экономика не может развиваться. Так что это, во-первых, это измерение важное. Второе, никто так не обеспечивает мира, как хорошо подготовлена армия. И во-третьих, это система обеспечивания присутствия Соединенных Штатов в Европе. Просто мы все понимаем, что главное направление для Соединенных Штатов это Дальний Восток, это Китай, это Тихий океан. А если в Центральной Европе будут достаточно сильные собственные ресурсы, тогда дополнительное присутствие в Соединенных Штатах не будет очень затратным. В короче, не будет надо держать 50 или 100 тысяч армии, чтобы гарантировать безопасность, а просто в таком случае хватит застаться на невеликое количество. Я просто сравниваю с условиями холодной войны. И таким образом присутствия Соединенных Штатов, как они есть сегодня на нашей территории. Это тоже фактор, который обеспечивает доверие к безопасности. И это вопрос всей Центральной Европы. Просто есть тоже эксперты, которые говорят, что если бы была ситуация, в которой Соединенные Штаты решают выйти из Европы, вот известный, я здесь хотела просто дополнение такое, вот известный американский военный эксперт Эдвард Лютвах, я не знаю, знаете ли вы о таком или нет, он очень скептически относится к реформе польской армии. Он говорит, что Варшава спешит покупать дорогую западную технику вместо того, чтобы вводить обязательную воинскую службу, как, например, Финляндия. Вот согласны ли вы с таким мнением? Согласен в том смысле, что кофе не исключает чая. Значит эти реформы связаны с предвлечением населения. Короче, сейчас перед выборами об этом речь не идет, но по всей вероятности это будет касаться многих стран в Европе, будет не только обязательная служба военная для мужчин, но есть тоже вероятность, что и для женщин. Это можем себе представлять, но главное развитие территориальной обороны. Вот этот момент он тоже сыграл роль в украинской защите, потому что, смотрите, закон в Украине про территориальную оборону с проблемами был принят в 2019 том году. Очень многие моменты организационные, законодательные акты исполнительные были взяты из полской системы, я в этом участвовал. И смотрите, эта система хорошо работала, тоже в Польше, территориальная оборона также развивается. Так что здесь это, конечно, важный пункт системы реформы армии. Почему? Потому что в современной войне, как показывает ситуация в Украине, очень сложно проводить маниевры. В короче, только большое количество задействованных людей, подготовленные системы, склады, информационная независимость и так далее. И все эти моменты складываются на хорошо, высоко организованную систему обороны. Здесь еще такой момент, что благодаря тому, что произошло, Финландия, Швеция стали частью, да, уже этой интегрированные системы, и еще формально не является членом этого вопроса времени, но это тоже очень сильно увеличивает наши шансы на успех в любой конфронтации с Россией. Потому что, так как для Польши главный вызов, это тоже было, кстати, в дискуссиях, которые, что планы показывали, что Польша готова выйти из армии, да, из восточной части, чтобы потом отвоевать. Это просто вход Финландии и подключение Швеции к этой системе очень многие вопросы безопасности решают. И думаю, что нужна нам сильная армия, потому что, как история учит, ничто так хорошо не понимает Россия, как язык реальной силы. Тут еще такой вопрос напрашивается. Вот весной были публикации о возможности создания Украинско-Польско-Литовского союза или корпуса. Вот как Вы думаете, есть ли перспектива в таких совместных воинских соединениях? Сто процентов. Если эта война будет выиграна в геополитическом смысле, значит, будут реальные гарантии безопасности. Реальные гарантии, это гарантии, когда есть физическое присутствие тех, которые хотят гарантировать в местах, где могут быть вызовы для безопасности. Я представляю себе реальные гарантии таким образом, что по всей границе, через Финландию, через Баучийские стороны, Польшу, Украину, просто есть совместные корпусы. Не только национальные, но и межнациональные, где совместные служат поляки, украинцы, если Французы хотят гарантировать пожарство и так далее, потому что только этот тип присутствует заставит всех относиться ответственно к вопросам безопасности. Когда такой системы не будет, тогда есть риск, что гарантии будут экзотическими. Это будет новый Будапест и просто бумага, которая не будет работать в момент, когда приходит испытание, тестирование суверенитета страны. Надо понимать также, что второй стороной гарантии являются ценности, то, что называем ценности общей, короче, что мы находимся в ситуации, когда наши страны являются demokratическими, верховьи права и так далее, и так далее, что нет у нас сомнений, что у нас разные строи. И это то, о чем сегодня американцы говорят, что никто не возьмет мафию в союзники просто, потому что любые средства могут быть обворованы, любые технологии и так далее, и так далее. Здесь ключ к следующей ценности реформы, а с другой стороны реального присутствия тех, которые хотят гарантировать. Верю в то, что в будущем будем иметь совместные корпусы, будем иметь совместные упражнения, будем думать совместное про совместную безопасность. Субтитры создавал DimaTorzok